Давайте взглянем, что у нас от Лукоморья против Вентероса. Я бы, конечно, о месте Вентероса бы заранее испугался. Ровно по той причине, что главный лакерок лиги играет против главного анлакерка. То есть, учитывая, как работает этот сезон, ну, как начался сезон у Вентероса, ему можно текать с города, ему то самое. Пред Кихот, пред Ефирюга. С Виталиктом страшно играть, особенно после последней игры с гусем, Виталикт выглядит как ангел смерти. Честно говоря, эльфы какие-то... Стоп! Кощей! Дешевле? Лол! Что? Вот тут я удивлен, ребята. Я знаю, что хаи, конечно, очень дорогие. Но чтобы Кощей был дешевле... Ну, ладно. Допустим. Нет, ну у него скинки... А, ну да, скинки все пооткидывались. Ван Тернер только на банке сидит. Ну, может быть, но что-то там... Мне казалось, что в Заврах столько ТВ. Ты просто посмотри, у него, типа, Завра ниже третьего левела нету. Это вообще безобразие. Абсолютное безобразие. Да какие скинки... Слышно, у него Ван Тернер есть. Во-первых, вы не понимаете то, что Кощей... Кощей абсолютно никогда не берет больше... Не качает больше двух скинков. Так Заврам-то особо даблы-то не нужны, если уж так смотреть. Просто ты посмотри, типа, что вот это вот. Пятый, четвертый, шестой. Это вообще легенда. Пятый. Крок сам по себе очень дорогой. Скинг тоже супердорогой. То есть, ну... Вообще-то, у Кощей очень дорогая команда. Шара залетела, да. Я не спорю. Колян, та еще щука. Ну, это приятно. Скажем так, удивительно. Но идея эльфов башить лос оказалась... Играбельной. С другой стороны, Кощей надо было на лосе вставать просто плотно. Ну, типа, в три игрока. И ничего бы этого бы не произошло. То есть, надо так и так понимать, что эльфы свой гол забьют. Ну, слушай, ну смотри. У эльфов куча игроков около нулевых. Если уж так смотреть. Там есть, конечно, парочку. Но я не спорю. Хаи дорогие. Хаи дорогие. Мы недавно там считали. Ой, ой. Ой, как здорово. Такой классный минус. Во-первых, Кощей правильно выбрал цель для Блица. Молодец. Во-вторых, прокнуло идеально. И сыграла куча мала с МБ. Просто вот... Практически лучший сценарий, который мог быть, сработал на этом Блице. Ну вот. Стата дублей на эльфах достаточно. То есть, три мува... Вот Агила ушла с поля. Они довольно жирные. И еще дубль на пасуне для суперпростых пасов. Хватает. Смотрю, после игры с Гафи, Вентерос теперь встает так, чтобы не надо было кидать ГФИ на гол. Те, кто смотрели матч, понимают мою ироническую шутку. Ну, вообще, сценарий нормальный для Кощей, кроме потери этого. То есть, по сути своей... А надо выбить подкатера, надо выбить пасуна. Ну, по-хорошему Ван Тернера. И в целом... Жать на двух, конечно. Вообще, этот матч немного неприятен тем, что... Любой минус для Вентероса прям очень болезненный. У Вентероса все игроки ультракачественные. Это ненадолго, конечно. Интересно. Да, мы смотрели игру Рутурья против Уфист. Это была интересная игра. В нем был один чудовищно странный момент. Но игра была интересная. Мы узнали, что Уфист умеет реролить 6-6 в мяч на 2-2. Вот так вот. Никто так и не понял, зачем. Но это уже совсем другая история. ПО. Кощей любит таких соперников, при которых можно спокойно ПОшить и не бояться, что они пофалят. Это вот, будь Валентин, Кощей бы 3 раза подумал бы. А против Вентероса ПОш Вентерос не фалит. Вот. Ну, ему и фалить-то, конечно, особо нечего. Там каждая линейка стоит, как... Не знаю. Как трамвай. Как большое ведро крылышек. Как заказ Биг Смоука в GTA San Andreas. 1 номер 9, 2 номер 6. Вот это вот все. Эльф поджимает потихоньку. Но здесь, на самом деле, тоже все понятно. Типа, в чем суть... Вентерос фалит. Вау. Слушайте, давно не видел такого. Пробой. Молодец. Дар отыграл. И вот уже Тихий Сапа и Кощей минуснул уже четверых. Внезапно. Проблема в том, что все меньше времени на то, чтобы реализовывать этот... Реализовывать мага в этом драйве. Какая классная шара. Это не вовремя. Сейчас просто... Эльфы кончатся до того, как кинут мага, подберут мяч и уйдут в закат. Они просто умрут. Кощей завозят. Ну, как бы я понимаю, что... Кощей завозит это... Масло масляное практически. Но что поделать. Так. Очередная ошибка Вентераса. Он бьет с кинков Кощей. Как мы все прекрасно знаем, стратегия наивная. И очередной фол. Тушка Дара продолжает терпеть. Ну, Дар как бы ощутил свои грехи. Дар наконец-то выложил свое расследование. У расследования очень интересная суть. Смотрите. Если ты насосал после медальки Криворукого Бога, то ты можешь говорить, что это все проклятие. А если ты вытащил, то ты папашка. Жидноватый РР, но его надо было делать. Дио, ты не поверишь, но у меня последние два бага с результатом матча были против Лизардов. У меня два раза не засчитался матч, когда я обыгрывал Лизардов на 400к дороже. Я тебя так понимаю. Один раз это было даже на стриме. У меня просто вот воу. Самое смешное, что почему-то моя животная раскачка ХД идеально работала на Лизардах и на Хмырях. Хотя это конкретно два матча, где она вообще не должна была работать. Сочувствую Дио. Но вроде у тебя пока более-менее уверенный выход. То есть лучше тебя только Брайт, который вообще в космосе. Не? У меня вот пока выходят и ХД, и Орки. Но мне там подкинули члены Шврот на тему поиграть на Норсах. На 10 тысяч. Я в раздумьях. Но я поиграю. Я просто думаю, хочется ли мне домучивать ХД после потрясающей игры с Демон Тедом и потрясающей игры с Круцаком. Видел мою игру с Круцаком и с Демон Тедом, Дио? Удачи тебе. Правильный Блиц. Вот чё не откажешь Кащею, Кащей знает кого бить. Там смотреть особо нечего. Игра с Круцаком была позавчера. Игра с Демон Тедом вчера. Я тебе могу просто объяснить, в чём прикол. Привет, Кит. С Круцаком я играл, его команда стоила на 4 ска дороже в зеркале ХД. Ты сам понимаешь, как это грустно звучит. И поздравляю тебя, Китон. И я забил один из самых грязных голов в своей жизни на ХД. Я на Ютубе его отдельно выложил, там, минута. Это чудовищно грязный гол. В итоге Круцак поломал мне блокера прокачанного. И Круцак убил мне хоб-гоблина лидера. Так себе маг. Его очень тяжело реализовать. Сейчас Ван Тёрнер побежит его подбирать. Да, я смотрел. Самое смешное, что Круцак, когда был гол, он прям говорил о том, что вот будет смешно, типа, если он сейчас всё это прокинет. А я прокинул. Ну, на коровке он пригрустнул, конечно. Да, а я ему корову на минус силу сломал. Топовую корову. Фууу. Хорошо сыграл, эльф. Ой, какой классный маг. МНГ вообще супер. Как же Кащею завозят в таких моментах? Вот. А короче, представь, Дио, играю я против Демон Теда. На дорогих орках. И Демон Тед где-то на третий или на четвертый ход даёт два куба в мяч через БТ. Я, естественно, их даю, отбираю мяч и кое-как забиваю. После чего Демон Тед говорит, типа, Well, I play shit. Это было прекрасно. А после этого Демон Тед убивает мне линейку, ну, блокера. Я его спасаю аптекой. Это, кстати, правильные госы. Как же, как же завозят? Минус Кармору! Минус Кармору! Кащей зверски убивает. Потом Дио, он убивает мне топовую корову, а потом он ещё убивает мне хоп-гоблина. То есть три сраных трупа, а у меня была только одна аптека. Я по итогу Демон Теда обыграл довольно уверенно на скиле. На чистой, как слеза комсомолки, позиционке. Но результаты матчика, конечно, тоскливые. Ух! Какая же клоун Фиеста, ребят. Ну, довольно сложный гол у Вентераса. Реально непростой. А, это же... Ой, он минус мувный вообще. А чё-то никто не добегает на гол. А Диамеды в любой команде дохнут. Вот этому парню надо обязательно сесть на мяч. Иначе вот этот парень получил бы ПОшку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Подставили паренька под выталкивание. Подставили под выталкивание. Кощей, я думаю, вытолкнет. То есть, здесь убиватор просто встанет? Кощей, сначала поднимем убиватора. Давай. Вопрос в том, как Кощей за два хода забить. Потому что, по ощущениям, что-то за два хода уже не забить. С другой стороны, с таким чудо-пробоем возникает подозрение, что Кощей забьет два за второй тайм. Да, простое выталкивание. Кощей, молодец. Ну, выталкивание не прокатило. Вопрос теперь, прокатит ли 4 плюс подбор. Ай. Ай, дабла! Дабла! Но гол все равно трудный у эльфов. То есть... А зачем? Дабла! Это... Серьезно? Две даблы подряд? Это же квадра! Квадра! Ладно. Бывает. Бывает. Вот это клоун Фиеста, ребят. И теперь вот этот парень получит три куба с ПОшкой. Этот парень получит в чечло. Господи Иисусе. ПО, ПО, не задумываясь. Вот это клоун Фиеста, пацаны. А теперь... Теперь. Надо подбирать мячик, видимо, вот этим пареньком. Давать пас. И вантернером давать вкладку. Но гол очень маловероятный. Без Арера... Без Арера прокинуть такое практически невозможно. Э! Э-э-э! Э-э! Стой! Стой! Демон, прекрати! У-у-у-у! Ладно, ладно. Это... Это было красиво. Кощей молодец. Дайсит как сукин сын. Но... Красиво дайсит. Окей. Признаю. На месте Вентераса я бы, конечно, сгорел бы с такого Не знаю, что тут посоветовать эльфам, кроме как крепиться Ну вот Тут какой-то прям ультра тоскливый матч Еще минус Ну и тут, конечно, колокола повставали хорошо Но создается такое четкое ощущение, что колокола хорошо встали, чтобы умереть Нет, ну ладно, нет, Кащей все-таки изящно задайсил Это все почти выглядело как план Привет Собственно говоря, всем привет Ой, ну это ГГ Ну вообще, господи, как не везет Вентерасу Вот, вот, вот любой микро-момент Ах, ладно Ну теперь изейшая для Кащей Притом настолько изейшая, что Во-первых, тут можно организовать софт консид А во-вторых, совершенно серьезно можно подумать о вкладке Завру Вопрос только к какому А может к вкладке Храксу? Я, конечно, иронизирую слегка Сейчас будет три куба с ПОшкой Не знаю, у Вентераса реально команда из говна и палок Вот согласитесь, какую игру Вентерас не играет С ним происходит какой-то джихад ПО? Да ПОшка, щей, че ты Это пощада? Ну он делает три куба, но мог бы ударить с толчком на еще один удар А, окей Да, я согласен, Геор Я согласен У Кащея просто чудовищно дорогие Завры У Кащея все как надо Один скинг и божественные Завры А они до сих пор не умирают Это загадка Норс еще не было, не было Будут ли сегодня? Сомневаюсь Вообще будут? Сегодня вряд ли Этот парень, конечно, сейчас огребет РР Даже профи У меня просто один вопрос С учетом скамейки, так Вау Кащея, видимо, решил фармить Три эльфа встало Ну, конечно, че-то я в пять эльфов не верю, ребят Честно То есть, даже если эльфы забьют Им надо забить очень быстро И Кащея успеет занести еще Тоскливая, досадная Ну ладно Не знаю, Вентерас явно где-то нагрешил А че меня-то на лоз? Эй Ну, как прикрыться от Краксигора, который сейчас сидит на эльфов, я не знаю То есть, Безумец сейчас поедет Нет, ну, вообще, конечно Если так подумать Ой-ёй-ёй-ёй-ёй А зачем ты выталкивание дал? Это типа байт Чтобы Кащей не бил здесь А Ну, если Кащей будет сюда бить Хотелось бы, конечно, вот этого паренька повести на агрессию Но Кащей его назад отводит Это не фармить Это клинануло, что я проигрываю Ну ладно Сегодня мы узнали о рероле у Фиста и о Сталинге Кащея Ну, вот так вот День удивительных открытий Не знаю, какое из них более удивительное. Сегодня Дио у Фист реролил 6-6 в мяч. Пореролил на 2-2. Мыслька уж красивая, интересная. Даже оппонент такого не ожидал, я тебе скажу. Это была психологическая атака. Как матросы на зебрах. Ну, так вот. Рутури точно не ожидал рерола 6-6. Никто не ожидал. При этом Диван Кеноби. Ну, с учетом того, что у эльфов теперь нету Эрера. Сейчас вот еще один такл обожмет. Скинг обожмет. Неплохо было бы вообще отвезти человека на... А, Кощей хочет попошить. Ясно, в 3 куба. Ну, ладно, допустим. Просто удивляет, что Кощей не пытается это... Почему Кощей не отправил никого на атаку мяча? Приятный минус. Ну, да, Крокс хорошо встает. Ну, Кощей не заинтересован в мяче. Кощей пришел сюда убивать Завров. Ой, убивать... Убивать этих. Убивать эльфов. В смысле, хвост не работает? Кто тебе такое сказал? Когда он работал, постоянно работает. Я, когда с Кощей играл, работаю. Ну, там у Кощей опять плюс даджи работали. Стоит признать. Да, че-то ситуация выглядит как-то абсолютно неиграбельно для эльфов. Надо бежать, да. М-м-м-м. Че-то было на кубике. Смешно, что от хвоста убежал, а два плюс не кинул. Не, ну Кощей дико зашел на травму. Не знаю. Когда его кто-нибудь уже убьет-то? Господи Иисусе. Просто когда у Завров, по сути, два МБ на всю команду... Ладно, ну ладно, не два МБ. Ладно. Четыре МБ и одно с этим. И... Ну, игра продолжает изящно издеваться над Вентарасом. Сейчас будет три куба. Никакой пощады. Еще раз. Где нагрешил Вентарас? Единственное, что меня удивляет, что Кощей не жадничает и не пытается качать других игроков. Ну, как бы, в любом случае, план Вентараса был очень наивный. То есть, весь план Вентараса был в том, что Кощей за шесть кубов не найдет... Не найдет ничего. Ну, такое. Не, ну Кощей сам, конечно, молодец. Решил тут это. Кайфануть и попробовать вообще там грязь сделать. Ну, почти. Я забыл, что я выигрываю. Поэтому даем эльфам атаку. Ну, хоть не умер. Хочу посмотреть статистику эльфов. Просто интересно. Ну, сейчас будет топовая игра, пацаны. Эта игра оказалась довольно скучнявенькой. А, 21 пробой, 27 ударов. Угу, да. 9 нокаутов, 6 травм. Угу, угу, угу. Понятно. Трава 53, броня 40. Окей, да, интересно, интересно. Весело, наверное, так играть. Спасибо. Продолжение следует...